С вами снова канал VideoNews и мы продолжаем публикацию серии видео об интересном вокруг нас. Сегодня мы расскажем вам о звезде, которая дала название целому классу переменных, став таким образом своеобразным прототипом. Отметим сразу же, что объединенные общими признаками переменные из этого класса, являются самыми опасными во всех отношениях звездами во вселенной. Речь в этом выпуске пойдет об эс золотой рыбы, по латыни эс дорадус, и переменных этого одноименного типа. Эс золотой рыбы расположена в соседней с нами галактике Большое Магелланово облако. Местом ее, так сказать, обитания является рассеянное скопление NGC 1910 с эмиссионной туманностью N119 в северной части центральной полосы галактики. Ее удаление от Земли составляет по меньшей мере 169 тысяч световых лет. А поэтому звезда, несмотря на свои выдающиеся параметры, не видна невооруженным глазом на нашем небосводе. При определенных условиях, находясь в южном полушарии, ее можно все же наблюдать телескопы с апритурой не менее 250 мм. Это можно сделать в созвездии золотой рыбы в массиве Большого Магелланового облака при прямом восхождении в 5 часов 18 минут между 14 и 15 секундами и южном склонении в 69 градусов 15 минут и примерно 1 секунде. Вероятно, открытие S золотой рыбы произошло в 1897 году, когда ее впервые отметили каталога как необычную и переменную звезду первого класса по спектральной классификации Анджела Секи, которая имеет яркие эмиссионные линии водорода. Однако, окончательно звезду определили как переменную в 1904 году, присвоив ей соответствующее обозначение согласно классификатора Фридриха Аргеландера, которым мы пользуемся и сейчас, то есть S золотой рыбы. В дальнейшем звезда постоянно изучалась. В 1924 году, например, ее отнесли к типу нестабильных переменных, которые тогда называли класс П-лебедя, а в 1933 определили как самую яркую и мощную звезду из всех известных на тот период во Вселенной. В 1943 году природу переменности S золотой рыбы объясняли наличием невидимого компаньона, который мог иметь предполагаемый орбитальный период в 40 лет. Однако очередная серия нерегулярных изменений светимости в 1956 году перечеркнула эту гипотезу. Примерно в то же время S золотой рыбы с оговорками относили к так называемым переменным Хаббла-Санджа, которые до этого были обнаружены в галактиках Треугольника и Андромеды. Чуть позже, в 60-х годах 20 века, спектр S золотой рыбы сравнили с этой киле, выявив при этом много общего. По сути дела, это и стало серьезным шагом на пути выделения подобных звезд в отдельный класс. После научных перипетий, которые длились после этого на протяжении более двух десятилетий, в 1984 году, такие звезды были названы яркими голубыми переменами. Английский вариант Luminous Blue Variable, аббревиатура LBV и определялись в отдельный тип в общем каталоге переменных звезд под обобщающим названием S золотой рыбы. На данный момент астрономы декларируют, что масса S золотой рыбы лежит в пределе от 22 до 60 масс Солнца, а поэтому ее смело можно называть сверхгигантом. Более точно определить массу тяжело из-за того, что звезда продолжает считаться одиночной, а поэтому мы и приводим этот предел на основании данных из различных источников. Радиус звезды также точно не определен, да и сделать это практически невозможно из-за постоянных вариабельных пульсаций. Поэтому в научной литературе приводится 100 солнечных радиусов на минимуме и 380 на максимуме. Подобное наблюдается и в отношении светимости и эффективной температуры поверхности. Поэтому светимость лежит в пределе от 1 миллиона 400 тысяч до 2 миллионов светимости из Солнца, а температура от 8,5 до 30 тысяч кельвинов. Любопытно, что спектральный класс по Моргану Кинону звезды также изменяется в зависимости от амплитуды ее изменчивости. То есть от а до б, в некоторых источниках даже встречается о. Иными словами, звезда изменяет свою цветность от белого до максимально голубого, который в англоязычных источниках называют синим. Для данной звезды, как собственно и для других переменных этого типа, какой-либо закономерный период изменчивости так и не определили до сих пор. Да это по сути дела и невозможно. Переменные типа S золотой рыбы демонстрируют различные состояния покоя и взрывов. Во время так называемой фазы покоя они лежат на диагональной полосе диаграммы Герцшпрунга-Рассела, которую называют полосой неустойчивости. Причем более яркие примеры звезд этого типа имеют более высокие эффективные температуры на своих поверхностях. Природовариабельность ярких голубых переменных типа S золотой рыбы на данный момент не поддается четкому анализу. Стандартная бытующая ныне теория заключается в том, что их вспышки возникают, когда массовая потеря возрастает. А чрезвычайно плотный звездный ветер создает вокруг светила своеобразную псевдофотосферу. Температура при этом падает до тех пор, пока непрозрачность вещества ветра не начнет уменьшаться. Балометрическая, то есть полная светимость звезды во время вспышек практически не изменяется. Однако видимое возрастает по мере того, как суммарное излучение смещается от ультрафиолета к визуальному спектру. Отдельные, более значительные вспышки и извержения могут быть необычайно яркими, и их поэтому постоянно путаются с верхновыми. Отсюда происходят и названия подобных явлений, таких, например, как лженовая или псевдоновая. Причина таких извержений также до сих пор неизвестна. Однако при них звезда выживает и может испытывать множественные подобные катаклизмы. Самыми яркими примерами в нашей галактике считаются Эта Киля и Пе Лебедя. В то же время значительных вспышек и извержений в отношении рассматриваемой нами сейчас Эс золотой рыбы зарегистрировано не было. Нету Эс золотой рыбы и компактной туманности, которая образуется, как правило, в результате вышеуказанных извержений. Примерами в этом случае могут быть относительно небольшие туманности у все той же Эты Киля, звезды Пистолет или звезды Пион. Эволюция ярких голубых переменных типа Эс золотой рыбы также до конца не понятна. На этот счет существует довольно много теоретических моделей, поэтому попробуем их в максимальной степени рассмотреть. Единственное, что обобщает их, так это то, что быстро расходуя водородное топливо в своем ядре, они отнюдь не долговечны. Ориентировочный срок жизни таких светил оценивается в около 3 миллионов лет, а у наиболее массивных и того меньше. Предполагается, что подобные переменные являются прямыми эволюционными предшественниками звезд Вольфа Райе. В то же время, далеко не факт, что все звезды типа Эс золотой рыбы должны обязательно проходить стадию Вольфа Райе. В некоторых случаях они могут взрываться сверхновыми, минуя эту стадию. Какой-либо массовой или температурной закономерности в этом вопросе пока что не выявлено. Поэтому астрономы точно не знают, какие яркие голубые переменные станут звездами Вольфа Райе, а какие взорутся сверхновыми и без того. Также непонятно, может ли яркая голубая переменная достичь красной сверхгигантской стадии вследствие исчерпания запасов водорода в своем ядре и остывания ее поверхности. По одним моделям такое возможно, по другим нет. Судить об этом также тяжело, поскольку каких-либо примеров на этот счет нет и приблизительно. Кстати, как отмечается в некоторых источниках, взрыв сверхновой в конце эволюционного пути яркой голубой переменной типа Эс золотой рыбы, также не является обязательным исходом. В этом случае все зависит от массы потери таких звезд, приходящейся на вспышки и выбросы, а также на мощный звездный ветер. Теоретически может случиться и так, что в конечном итоге массы может и не хватить звезде для полноценного взрыва сверхновой. В то же время каких-либо примеров подобных моделей во Вселенной пока что не обнаружили. Если все же взрыв сверхновой данной переменной и произойдет, то далеко не является ясным и определенным вид релятивистского объекта, который может образоваться в данном случае. Некоторые модели гласят, что если масса взрывающейся звезды будет превышать ориентировочно 80-100 масс Солнца, то мощность детонации будет настолько значительной, что сможет разбросать все коллапсирующее вещество ядра по окружающему космосу, не дав ему сжаться до нейтронной звезды или черной дыры. Не менее интересным может быть и происхождение ярких голубых переменных. Во всяком случае, теоретических моделей на этот счет существует предостаточно. По одной из них переменные типа С золотой рыбы могут и должны развиваться из массивных звезд главной последовательности. Предполагается, что, к примеру, звезда пистолет была некогда обычной бело-голубой звездой, пока в один прекрасный момент не стала нестабильной, время от времени извергаясь и постепенно обретая признаки звезды Вольфа Райе. Еще по одной модели в яркую голубую переменную может развиться звезда, которая пребывала на красной сверхгигантской стадии. В качестве предполагаемого примера называют как саму С золотой рыбы, так и главную компоненту в системе Ригеля, которые приписывают несколько признаков и свойств переменных этого типа. Кроме этого, по одной из версий, взорвавшейся в туманности тарантул Большого Магелланового облака сверхновой SN 1987A, также могла быть яркая голубая переменная, развившаяся как раз из красного сверхгиганта. В завершении отметим и тот факт, что во вселенной, пожалуй, нет такого вида звезд, которые бы были настолько неопределенными в плане своей природы и непредсказуемыми в плане поведения, чем яркие голубые переменные типа С золотой рыбы. В этом можно даже убедиться из этого видео, где мы говорили только лишь о предположениях практически во всех аспектах их касающихся. В то же время во вселенной, наверное, и нет светил, которые были бы настолько опасны для окружающего космоса. Взрывы сверхновых или даже гиперновых таких звезд неизменно сопровождаются мощными гамма всплесками. Все поражающие факторы взрыва в комплексе способны опустошить близлежащие планеты на многие сотни, а иногда и тысячи световых лет от эпицентра. Что касается нашей Земли, то тут реальную угрозу представляют и эта Киля, и П-лебедя, и одна из компонент в системе гамма-парусов, и другие яркие голубые переменные, которые лучше всего изучать и наблюдать за их эволюцией на приличном расстоянии. Что ж, будем надеяться, что все проблемы, связанные с этими интереснейшими, но архиопасными звездами, обойдут нас стороной. Ну а пока, канал Видеоньюз благодарит всех вас за внимание и выражает надежду на то, что изложенная нами информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное, ну и подписывайтесь на наш канал.